Здравствуйте! Здравствуйте! Назовите, пожалуйста, свою компанию и направление ее деятельности. Наша компания называется Inmor. Это сокращение от инженеры морские. А вид нашей деятельности – это производство и поставки судовой запорной арматуры. Ну, один из секторов – это запорная судовая арматура. Компания «Крона». Меня зовут Суслов Максим, менеджер по проектам. Компания «Крона» – это один из лидеров в мире по производству полевого кипа. В данном случае представлен один из образцов – это массовый распределение. Мы представляем здесь компанию «Акционерное общество Плакарт». Основным направлением деятельности у нас является оказание услуг по нанесению функциональных защитных покрытий на основе металлов либо металлокерамики, либо керамики. Области применения наших покрытий, ну, они практически очень обширны. В основном заказчики наши сконцентрированы в нефтегазовом секторе. Все, что связано с добычей, переработкой нефти, с бурением, с геологоразведкой. Ну, также наши технологии применяются, ну, практически во всех отраслях. Машиностроение, в энергетике, в частности, в судостроении, в производстве бумаги, картона, упаковки, ну, и много где еще. В том числе и в производстве и ремонте арматуры. К какому сегменту вы можете отнести вашу компанию? Экспортоориентированная, либо импортоориентированная? Мы не занимаемся импортом, потому что мы в свое время как бы участвовали в международной выставке, которая проходит в Гамбурге, называется она SMM Hamburg. Это было в 2003 году. Мы привезли туда нашу продукцию, чтобы оценить потенциал и посмотреть обратную связь, есть она или нету. И мы убедились, что наша продукция в Европе особо не нужна, потому что у них есть свои производители, и, соответственно, они предпочитают все-таки, как бы, защищая свои рынки, работать между собой внутри, там, того же Евросоюза. Соответственно, что касается экспорта, ну, импорта, значит, это мы ввозим, когда, да, у нас идет зачастую комплектующие, они поставляются от нашего партнера из Германии. Мы здесь производим сборку, ну, комплектование, сборку, испытания и, соответственно, дальше уже поставки. То есть комплектующие мы получаем от партнеров из Европы. И то, и другое. То есть у нас производство по всему миру, в том числе и в России. То есть это город Самара. Мы как импортное оборудование завозим, так, собственно, производим оборудование для внутреннего рынка. Поэтому мы по всему миру работаем. Здесь, как бы, трудно сказать, как мы ориентированы. И так, и так. Нет, мы больше работаем на российском рынке, конечно. Заказчики на 99%, если не на 100%, это российские компании. Ну, мы много уделяем внимания именно импортозамещению. Наши технологии позволяют ремонтировать и производить новую продукцию. Ну, замещать, замещать технологии импортные, да. То есть производить ремонты арматуры как импортной, так и российской. И, соответственно, продлевать срок ее службы. Спасибо. Назовите средний срок эксплуатации судовой арматуры. Средний срок эксплуатации судовой арматуры должен составлять ориентировочно 25 лет. Это не говорит о том, что она будет эксплуатироваться без ремонта. То есть ремонт обязательно будет производиться. Либо там проточка запорного узла, либо замена там прокладок, уплотнений и так далее. Но вообще судовственные заводы при написании ИТТ указывают, что средний срок службы должен быть не менее чем 25 лет. После наших ремонтов, ну, в среднем мы даем обычно гарантии на покрытие на наше. Это один год. Но по опыту это порядка 5-10 лет срок службы после нанесения покрытия. Какие гарантии, соответственно, Ваша компания дает на выпускаемую продукцию? Мы даем гарантии на обязательства не менее чем 18 месяцев от даты поставки. Но по требованию заказчиков, либо судово-средственных заводов, мы увеличиваем гарантию вплоть до минимум до 5 лет. После того, как подписывается приемный акт на заказ, то обычно это до 5 лет идет. Что главное, по Вашему мнению, в судовой трубопроводной арматуре? Цена, качество и срок поставки. Как Вы относитесь к цифровизации в судостроении? Слушайте, замечательно относимся, потому что зачастую сейчас уже никто не использует кульманы, не чертит карандашами. Все делается в цифровом виде. Соответственно, даже проектанты, они сейчас, мое личное мнение, что они поголовно используют специальные программы для проектирования. Поэтому это достаточно современно, я считаю, и очень востребовано. Очень положительно. Я считаю, что это вообще необходимость. Вот как раз сейчас пару слов скажу именно об этом оборудовании, которое представлено. Это именно касается цифровизации. В данном случае мы имитируем процесс банкировки на судне, когда происходит процедура передачи топлива с одного судна в другое. А сейчас этот процесс никак не цифровизирован, как Вы говорите. И очень зависит от человека и его качества на сегодняшний день. И очень часто бывает так, что абсолютно недобросовестно происходит банкировка. Люди, грубо говоря, друг друга обманывают. А данное оборудование позволяет нам абсолютно без человеческого фактора проводить эту банкировку, получать адекватные цифры, правильные, точные. И даже с большим количеством воздуха, когда у нас воздух появляется в процессе банкировки, это очень часто, когда это недобросовестно происходит. Для того, чтобы, так сказать, сбить, ну, грубо говоря, сбить с толку человека принимающего. То есть, что можно было немножечко обмануть. Ну, по-другому тут не скажешь. Поэтому цифровизация – это просто необходимость. Это не то, что там дань времени, а это просто необходимость для тех, кто... Для людей, кто считает свои деньги и не хочет быть обманут. Положительно относимся. Ну, у нас более приземленные технологии. То есть, мы именно занимаемся именно практическими вещами, такими как защита от коррозии, корпусов судов, трюмов. На этой выставке как раз мы присутствуем вот с целью как-то закрепиться на рынке именно судостроения. Ну, и в дальнейшем будет очень серьезный у нас интерес именно к арматуростроению для судов, морских, речных судов, насосное оборудование, компрессорное оборудование. То есть, в принципе, к цифровизации относимся положительно. Изменились ли цены на продукцию в вашей компании в период за 2020-2021 год? Всегда. Каждый год наша продукция удорожается. И обычно это составляет около 5% каждый год. То есть, вне зависимости от того, новый это какой-то продукт, либо стандартный, старый, но из-за того, что комплектующие удорожают, то и наш, конечно, продукт, в любом случае, тоже у него происходит удорожание. Вопрос, конечно, да, такой щепетильный сейчас для всех. Мы очень старались цены удержать на уровне, да, потому что, ну, сложный сейчас период, да, там, с микросхемами, да, большие дефициты сейчас, все отрасли страдают, и металл удорожает чуть ли не в два раза, но у нас цены изменились за этот год от 3 до 6% только всего. Поэтому мы здесь удержались, и мы держимся прочно. Я бы не сказал, что сильно изменились. Есть некоторые удорожания по материалам, так как материалы в основном импортные мы используем, в частности, это порошки, проволоки для напыления. Ну, курс кум-валют особо не менялся. Единственное, да, где-то процентов на 5-10 прошло повышение по материалам, соответственно, ну, и стоимость наших работ примерно выросла на этот же уровень. В этом году медиагруппа ArmTorch отмечает небольшой юбилей. Нам 15 лет. Что для вас ArmTorch? Для нас ArmTorch мы знакомы с вашим сайтом, и, соответственно, зачастую заходим просто почитать новости на вашем сайте. Иногда мы получаем от вашей группы приглашение посетить определенные арматурные предприятия в Европе, например, или в Китае, по-моему, недавно было тоже приглашение. Но из-за ковидных ограничений, я так понял, что это было немножко все приостановлено. Так что благодарим вас за информацию, за то, что вы нас приглашаете. В будущем мы постараемся как бы составить вам компанию. Поздравляем вас с 15-летием. Для нас ArmTorch – это очень надежный партнер информационный. Для нас ArmTorch – это очень интересный портал с новостями, происходящими на рынке, вообще арматуростроение. Я регулярно, еженедельно получаю рассылку от компании ArmTorch. Очень интересные новости, очень интересная информация, которая помогает нам очень здорово иногда в нашем бизнесе. Спасибо вам! Субтитры создавал DimaTorzok